Вы – свет миру, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея, 5 глава. Вот и конечное прибытие Освенца. Остыли рельсы, отмелькали города, Был жуткий холод, шансов не было согреться. В ботинках рваных снег и талая вода. Над головами нет ни крыши, ни брезента, Они теснились в том вагоне, как могли. Кто умирал в пути до этого момента, Тех молча в угол по цепочке волокли. Он был тогда еще подростком. Пить хотелось. Он на язык ловил снежинки и мечтал, Что будет день, когда гнетущий страх и серость Заменит радость. О, скорее бы вокзал! Он замерзал, Он замерзал, себя руками обнимая. Он жался к людям, чтобы было чуть теплей. И все расспрашивал, за что? Не понимая, что вся вина его лишь в том, Что он еврей. Те все события он помнил четко с детства, Тот смертью дышащий двенадцатый вагон. Как те, кто вынес путь, шептали, Наконец-то! И как вздохнул он, Скоро выйдет на перрон. Но их не выпустили. Может быть, забыли? Или нацисты просто планово ушли? Или разгрузку почему-то отложили? Он помнил все. Как те часы годами шли. Он помнил звуки, стон и крик И просто скрежет. Весь поезд выл, В нем сотни все еще живых. Он помнил. Сердце, замирая, билось реже. Луна плыла В глазах застывших и пустых. Немело кожа на спине. Все, как в иголках. Страх, безысходность, ветер И в коленках дрожь. Все постепенно засыпали. Вдруг в потемках, Как будто кто-то на соседа так похож. Он тоже здесь. Мелькнула мысль И чуть согрела. Мальчишка медленно Межисхудал их тел, Пополз к нему. И, заглянув в лицо, Несмело узнал его И осторожно рядом сел. Тот пожилой мужчина Был на самой грани. Он посинел уже И полностью обмяк. И мальчик с болью вспоминал, Как горожане все Так любили старика. Тот был добряк. Мальчишка вспомнил, Как сосед кормил голодных, Как он конфеты часто детям раздавал. В его характере, В его поступках благородных Он видел свет. И сам таким же быть мечтал. Парнишка тут же спохватился. Вам не время, Не засыпайте, шевелитесь. Ну же, ну! И, разрыдавшись, В невозможное поверя Обнял его И что-то на ухо шепнул. Он умолял его дышать И не сдаваться, Хотя и сам боролся, Чтобы не уснуть, И становилось все сложнее Передвигаться. Но старику он растирал Ладони, грудь. Он разминал соседу плечи, Спину, ноги, Тер щеки, уши, И, прося у Бога сил, Он все молился. Боже, без Твоей подмоги Я не смогу его спасти, Но Ты спаси! Он прижимал мужчину крепче, Содрогаясь. Он так хотел отдать ему свое тепло, Мороз скрипчал И по вагону, Простираясь, По миллиметру Превращал людей В стекло. Ночь, словно пальцами Своими ледяными, Пронзяла ребра И сжимала все уста. Один мальчишка все хрипел, Вставай, родимый! Все копошился До победного утра. С восходом солнца Тишина сдавила уши, И новость страшную Несла с собой заря. Замерзли все, Не пережив жестокой стужи, Тела людей лежали, Как из хрусталя. И только двое Шевелились и дышали. Лишь двое выжили тогда В ночной мороз, С надеждой в сердце К небу лица поднимали, От ветра грубые, Соленые от слез. А через час Нацисты К поезду вернулись, И старика с мальчишкой В лагерь увели, Где дни и ночи В унижении тянулись До окончания Всех ужасов войны. Прошли года, Смягчая боль, Подросток вырос, Открыл пекарню, Но двенадцатый вагон Он вспоминал всю жизнь. И все, что с ним случилось, Всегда рассказывал в слезах, Как страшный сон. Он часто людям говорил, Мы замерзаем лишь потому, Что зажимаем свет внутри. Но есть секрет, Мы лишь тогда себя спасаем, Когда мы заняты спасением других. Аминь.